Сегодня в программе «Простые вопросы» литовский кинорежиссер Игнас Янинос. Самое главное, что происходит в последние годы, это то, что большой бум в кино в Литве. Появились люди, которые поняли, что кино не только искусство, но и бизнес. Талант – это не только дар, это еще и отецственность какая-то. Итак, Игнас, добрый вечер. Большое спасибо, что нашли возможность поговорить. Дело в том, что я хочу с вами поговорить, исходя из того, что интересуюсь о белорусском кино. Хороший такой крюк, белый идет. Да, и на вашем примере хотел бы провести какие-то сравнения с тем, что происходит в моей стране. Скажите, что из себя на сегодняшний момент представляет кино литовского производства? Наверное, самое главное, что происходит в последние годы, это то, что большой бум в кино в Литве. Раньше литовское кино, как хорошее, было более такое фестивальное. И это еще со советских времен, наверное, хорошие наши режиссеры дали какой-то стимул для такого художественного кино. Но потом был какой-то большой спад. И вот сейчас это опять очень сильно поднялось в последние годы, потому что появились люди, которые поняли, что кино не только искусство, но и бизнес. Интересно, вот это самая большая загадка для белорусских кинематографистов. Как литовское кино становится бизнесом? Как вы зарабатываете? У нас как бы есть два направления. Одно, наш киноцентр делает большой конкурс каждый год, и там очень много участвует людей со своими сценариями. И выбирается несколько, два, три, четыре сценария, которые финансируются государством. Но есть сейчас другое направление. Появились независимые продюсеры, которые влаживают свои или какие-то другие деньги. Они небольшие деньги. Это фильмы, которые стоят по бюджету не очень много. Ну, приблизительно. Можете сориентировать? Ну, я слышал, что я сам в этом не участвовал так сильно, но это около сто, скажем, тысяч евро. И так это можно снять какую-то комедию, наверное? Да, это больше большинство, это комедия, то, что люди любят. Современная, без костюмов такая. Да, да. Это такие очень простые какие-то истории, смешные для массовой публики. И они собирают гораздо больше, чем продюсер туда влаживает. И они идут в литовских кинотеатрах? Идут прекрасно в литовских кинотеатрах. И кинотеатры сейчас очень даже ждут их, потому что действительно большой бум. Люди рванулись на литовское кино. И те, которые даже не очень ходили на кино, они все-таки туда начали ходить, потому что нашли этот материал, который им нравится. Скажите, а насколько верно, что большинство этих комедий – это, в общем-то, адаптированные, очень проверенные сериалы? Не сериалы, а сценарии, которые написаны, скажем, в Голливуде, в Европе? Наверное, надо выделить в это направление три такие части. Одно, которое получает франшизу каких-то уже отработанных на Западе вещей и адаптирует под литовский лад. Другое направление – оригинальная продукция, где пишется сценарий здесь и с этим контекстом литовским. И есть третья, которая какая-то такая переработка или пьес, или уже сделанных фильмов. Ну, вот какая-то такая история. И в этой части, можно сказать, что это формат более сериальный такой. И даже есть несколько примеров, которые собрали очень большие кассы в Литве. Это фильмы, сделанные после сериала, который прошел в телевидении. Вот это такое третье направление сериальное. Скажите, это очень специфическая ситуация для Литвы и не очень она применима к Беларуси, потому что у нас очень много делается на русском языке, и все говорят в большей степени на русском языке. Можно ли объяснить это тем, что литовский зритель идет исключительно на то, что звучит на литовском языке и сделано непосредственно литовцами? То есть, есть свое отношение к своему кино? Да, я думаю, это очень сильный такой стимул пойти в кино, потому что до этого было большинство англезичное или французское кино, или там русское. И выбирая между одинаковыми комедиями английской и американской комедии. Да, я не могу сказать, что я большой психолог и специалист этого. Я делаю кино, которое вообще не попадает ни в одно из этих русов. Я сейчас спрошу об этом. Да, но я просто... Мне радостно за то, что все-таки любое кино, которое приглашает зрителя, оно немножко помогает всей индустрии. То есть, люди начинают верить, что можно делать кино. Много лет назад, наверное, 7 или 8 лет назад, я сделал короткометражный фильм, и меня позвали на радио дать интервью. И после... Ну, там спрашивали, как всегда, вот как и вы меня. И потом, после уже передачи, этот ведущий сказал, ну, вообще, это литовское кино, ну, вообще, ну, кому оно нужно? И в тот момент действительно не было такого. И оказалось, я сейчас могу ответить, что есть про что говорить, есть даже entertainment, есть, есть и провести, где время смотря кино, и получить интеллектуальный запал тоже, потому что есть очень сильный арт-хаусовское кино у нас. И я думаю, что все-таки, несмотря на популяцию страны, несмотря на социальные какие-то изменения, вот, последние, там, 25 лет, у нас очень много есть, что рассказать друг другу в своей стране. И мне кажется, в Литве это очень сработало. Теперь несколько вопросов о том, что вы снимаете. Насколько мне известно, вы очень много занимались рекламой. Вы один из режиссеров, достаточно всем, наверное, известного проекта «Елки». И фильм, ну, о котором, в общем, послышали далеко за пределами Литвы, который произвел очень интересное впечатление, называется «Игрок». Правильно он с литовского отрывается? Суть этого фильма в том, что работники скорой помощи увлекаются интересной игрой и начинают делать ставки на то, выживет их пациент или не выживет. Да, Павла такая. Ну, в общем, это комедия или трагикомедия? Я думаю, что это больше такая триллер-драма с ироничным взглядом на все это. Немножко, может, вот, если вы уже спрашиваете про контекст, я могу вам рассказать, что я долго не снимал кино, я действительно много в рекламе работаю, и не снимал, потому что такие фильмы, как «Елки», мне было интересно попробовать только один раз. Это эксперимент в таком вот кино для масс. Не скажу, что это мне хочется дальше продолжать. А вы какую-то линию снимали? Да, я один про скайп там был. Про скайп, да? И второе, что меня действительно волновало, это то, что самореализация как художника все-таки совпадала с какими-то надеждами социального положения в нашей стране. То есть ты берешь, если деньги уже из государства, ну, хочется что-то отдать. Отдать не обязательно деньгами, отдать можно темой, которую ты говоришь, отдать можно каким-то жизнью в фестивалях за границей, так делать популярным и литовское кино. Есть разные формы. Но меня волновало все-таки разговаривать про положение нашего социума в момент, в котором мы сейчас живем. То есть я принадлежу к поколению этого такого переломного времени, когда мы из советского строя перешли в независимость. И очень было интересно за эти 25 лет смотреть, что становится с нами, как некоторые ломаются, некоторые подстраиваются, некоторые как раз реализируют себя. И мы тогда, с другом моим Кристофом Соболюсом, который сам доктор философии, преподает философию в университете литовском, вильницком, мы придумали, что надо как-то найти интересную форму рассказать трудные вещи. И мы тогда придумали, что надо снимать кино, которое было немножко бы затягивало зрителя, но тем самым немножко загрузило бы его. Новые каких-то абсолютно... А в отношении киноязыка, вот у вас есть часть этой советской, пресловутой советской школы? Потому что я разговаривал, записывал интервью с Будрайтисом, и мы говорили о пресловутой литовской школе кино. Знаете, я с большим уважением отношусь к поколению Будрайтиса. И я думаю, что это действительно великолепные артисты. Жил Акявчич и Брюнас были великолепные режиссеры. И это всегда то, это как фундамент, на котором строится здание. Мы рассказывали, что Жил Акявчичу очень досталось уже в новые литовские времена за то, что он делал... Да, ну потому что идеология, конечно, сейчас мы очень критично смотрим на все то, что было в те годы. Но психологически кино-то сильное. Знаете, всегда есть вопрос про, например, Лене Рифеншталь, которая делала великолепные фильмы про Гитлера. И это всегда надо, наверное, разделять идеологию. И мастерство. И мастерство, и художественную часть. Хотя надо ли разделять? Это все время дискуссия и полемика насчет этого. Я думаю, что талант это не только дар, это еще ответственность какая-то. Тогда вот ответственности о вашем фильме. В общем-то, история, ну, скажем, не самая приглядная. Потому что, если сказать, что вы можете рассказать о Литве? Вот посмотрите фильм «Игрок». Если посмотреть его, то сложится не совсем верное представление о Литве. Скажут, что же вы так представляете? Да, и были даже критика насчет этого здесь у нас. Хотя это и совсем критики не было, что странно в Западе. В этой ситуации можно очень просто сказать. Это художественное кино. И слово художественное кино всегда говорит, что здесь художник что-то делал, что-то представлял. Вам досталось, вас критиковали. Да, была критика за это. Но не столько сильно, сколько я, может быть, ожидал, что это может быть. Потому что, может, это более мундир медика был, защищали некоторые. А некоторые как раз понимали, что это все только какая-то выдумка, которая помогает понять, что вообще происходит. Самое интересное, что такого не может быть, все говорили здесь. И я очень рад, что они так думают, потому что в Польше была гораздо страшнее история. Настоящая. Настоящая история, где парамедики убивали пациентов. И про это было снято даже документальное кино. И когда я показывал фильм в Варшаве, они спрашивали, почему вы не делали документальное кино, почему решили художественное делать. И это перемешивание реалий, мне кажется, тоже интересно. Потому что то, что ты придумываешь, хорошо бы, что в моем случае не совпало с жизнью. Но это как СОС-сигнал, который, чтобы было, если бы. И мне кажется, художник хорошо, когда немножко опережает, делает какой-то сигнал. Вы получили на него государственную поддержку из специального фонда, поскольку предполагалось, что фильм будет носить больше социальную функцию, нежели коммерческую. Но фильм пользовался таким коммерческим успехом и с таким успехом прошел в кинотеатрах, что вам эту финансовую поддержку пришлось вернуть в государство. Да, этот фильм сперва даже не очень хотели показывать в больших мультиплексах, потому что думали, ну это такое гаузовское кино, на которое вряд ли пойдет. Тема такая жесткая. Там ирония, не все даже как иронию понимают. И это был прекрасный сюрприз и для меня, и для продюсера, конечно, и для всех. И показала, наверное, другую сторону нашего кино, что не обязательно делать глупые комедии и тупые какие-то истории, а можно делать довольно сложную тему, которую люди пойдут смотреть. Надо, наверное, только найти форму, как это рассказать. И я очень рад, что этот такой рецепт сработал, что мы сделали триллер, но про очень сложные какие-то социальные, ментальные перемены в человеке, живущем сегодня. Когда мы с вами, наверное, приблизительно одного возраста учились в школе, я точно помню, что была такая градация национальных фильмов. Совершенно точно существовало грузинское кино. Как я вам говорил, была очень очевидная литовская школа. Во всяком случае, что касается того, что снимали про Запад, про Америку, снимали обязательно литовцы. Или рижская кинострика. Еще фашистов всегда играли литовские артисты. Ну и хороших американских миллионеров тоже. Да, это помню. Да, мы совершенно точно знаем, что есть там, допустим, французское кино, и индийское уже, кто станет спорить, японское там. Ну, а сейчас вот существует такая как бы повальная глобализация, и задавая вот вам вопрос, можно ли найти отличительные черты литовского кино? Есть ли какие-то приемы? Или, скажем, вот в вашем конкретном фильме игрок, есть ли какой-то сюжетный поворот или диалог, который возможен только в Литве? Он не может быть в Беларуси, в Польше, ну, или, скажем, не может быть в Америке точно. Да, вы правильно подметили, что действительно есть очень много спецификов. Мне казалось, что я тоже очень делаю какое-то другое уже кино, чем это было раньше. Но чувствую, что влияние такого поэтического кино, которое было очень сильно, особенно в документалистике или литовской, наверное, все-таки влияет на меня. Но, думаю, тем самым становится очень интересное столкновение двух эстетик. Эстетика, которая как раз эти коммерческие литовские фильмы приносят, то есть такое проамериканский, быстрый монтаж, динамика, чуть-чуть рекламная, чуть-чуть телевизионная, такая смешанная. И такое старое, хорошее, классическое кино, которое имеет свои длинные корни там еще в прошлом. И это столкновение, наверное, сейчас породит какую-то еще новую волну. И я бы очень рад в этой волне поучаствовать. И я думаю, что вот как скандинавское кино есть, которое довольно разное, там и датское кино, и шведское, и финское, они имеют свою специфику, но тем же самым они как бы называются одним скандинавским кино. Это как лейбл, такой, как уже фирменный знак в мире кино. И мне было очень интересно, мы с фильмом были в Маракеши фестивале, там приехали все, и Мэтт Миккельсон, и Рефн, режиссеры, с актерами самыми известными, и они делали такой трибют для скандинавского кино. И это было очень красиво, и мне кажется, немножко даже завидно было, что мы как-то вот не сумели, или еще не сумели, сейчас вот как раз идем к этому, что нас понимали бы как один регион, потому что даже в советское время мы были немножко как отдельно, нас называли Прибалтикой всегда, и ментальность наша тоже очень отличалась от других. И мне кажется, у нас есть много общего, и это общее может стать какой-то вот такой балтийской волной кино. Я бы очень хотел, чтобы так стало. Я благодарю вас за ваше время, за это интервью, потому что вы для своих же коллег в Беларуси наверное, какие-то, на какие-то вещи совершенно точно поможете взглянуть немножко по-другому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова